Привет, друзья! В прошлый раз я вам рассказал, как начать набирать подписчиков, а сегодня я хочу затронуть тему, как вообще начать рисовать, ведь сейчас обилие курсов зашкаливает, а уроков на ютубе очень много. И как найти нужные курсы, да и надо ли вообще туда идти? Я вам оформляю подписку на канал и ставлю лайсы, а в долгу я не останусь. Но для начала надо понять, зачем тебе учиться, что тебе не устраивает в твоем рисунке, что тебе пишут комментаторы, и вообще, допустим, если вы научите рисовать, то куда примените свой навык? Я думаю, это хороший вопрос, и если вы на них будете отвечать сами себе письменно, вы будете уже цепляться и развивать диалог в нужном русле. Давайте я попробую на себе эти вопросы и тем самым покажу вам, как надо это делать, и это будет самый удачный пример, я так думаю, так как вам никто об этом скорее всего не расскажет, но это не точно. Однако сделаем поправку, будто я вообще не умею рисовать или только начинаю. Зачем мне учиться рисовать? Я хочу зарабатывать этим на жизнь, я не хочу работать в других сферах, мне нравится играть, и я хочу делать игры, да и вообще рисование это мое хобби с детства. Следующий вопрос. Что тебя не устраивает в твоем рисунке для начала? И что пишут люди? Мне пишут, что у меня плохая анатомия у персонажей, грязный рисунок, мыльный рисунок, плохие цвета, скучные персонажи, плохой дизайн. Я же думаю, что все так, как они пишут, но в общем я согласен. Если я научусь рисовать, что я буду делать? Ну, я бы делал игры, как и ранее говорил, возможно, помогал бы другим художникам, или может даже сделал курсы, как бы пошло дело в общем. А возможно, я бы стал делать вообще свою игру. Вот, ответив на эти вопросы, мы начинаем логически вылавливать пункты, которые нам надо изучить. Что я выловил из своих ответов? Первое. Качаю анатомию. Второе. Качаю чистый лайн. Третье. Качаю рендер. Чтобы не было мыла. Четвертое. Изучаю теорию цвета. И пятое. Это изучаю дизайн. Также разбираюсь в том, какие бывают профессии в геймдеве, с таким науками, которые я решил качать. И разбираю общий процесс разработки игры на... ну, это на будущее. Вот мы выловили эти пункты, и дальше мы идем собирать. Или уроки с ютуба, статьи, книги и прочие источники по этим пунктам. Не другим, только эти пункты. Но делаем пока это просто в виде заметок к каждому пункту. Куда-нибудь себе блокнотик, не знаю, в онлайн документ, неважно. Главное, чтобы мы для каждого пункта нашли свои уроки, курсы и прочее. Просто разные. Возможно, их будет очень много. Далее еще можно найти крутана. Ну, это тот чувак, который работает в индустрии уже, и он прошарен в этом вопросе. И, возможно, он знает что-то. После того, как мы его нашли, задаем ему вопросы по нашим пунктам. Так как человек, скорее всего, он поймет о том, что вы хотите какие-то конкретные вещи. И сможет вам конкретно ответить на ваши пункты. Что непосредственно ему будет легче отвечать и вам будет понятнее. Да и, скорее всего, если вы так подойдете к крутану, он вам обязательно ответит на ваши вопросы. Ну, возможно, не все, но какие-то точно ответят. Далее, получив список источников, например, у нас есть курсы. Смотрим обязательно работы выпускников и сравниваем их с другими курсами. В итоге мы должны выбрать, чьи нас работы устраивают, а потом списаться с этими людьми и уже узнать, что вас ждет на этих курсах, если вы их купите. Лучше опросить человек 20, так как вы точно найдете плохие отзывы и хорошие, чтобы дать трезвую оценку курса. Допустим, вы выбрали курс, но еще хорошо было бы выбрать студию мечты, где вы хотите работать. То есть выбираем студию через гугл, любые источники, возможно, в титрах игры есть источники. Смотрим качество их работ, а конкретно вашего будущего направления. Если вы решили, например, стать художником по персонажам, вы скачиваете их работы, то есть работы, опять же, по персонажке из этой студии. Печатаете их себе и вешаете перед собой, ну, перед рабочим столом. Пусть это будет ваш мотиватор. Теперь вы всегда знаете, к чему надо вам стремиться. И только после этого всего вы идете уже на курсы или смотрите уроки в разных источниках. Главное, чтобы они отвечали вашим пунктам и подходили под качество работы в вашей студии мечты. Только так вы сможете найти нужное направление, а не купить курс в пустышку, который вам, скорее всего, не пригодится. Такие бывают случаи, к сожалению, но это всего лишь навсего из-за незнания того, чего хочет человек получить. И далее остается дело за малым. Не бросить рисовать. Но про мотивацию и как жить с ней я вам расскажу в будущих роликах. Но только как наберем здесь 500 лайков и на канале 5000 подписчиков. Пусть это будет ваш мотиватор на данный период. Ведь судьба моего канала в ваших руках непосредственно. Возможно, я что-то упустил в данной теме, но я еще затрону ее касательно дальше. Но уже в своем инстаграме, в своих других социальных сетях. Но в основном я в инстаграме сейчас пишу различные советы, которые либо продолжают мои ролики, либо они раскрывают какие-то другие стороны. Поэтому ссылка будет в описании. И если понравился ролик, то пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь с друзьями каналом. Подпишитесь на канал обязательно. Нажмите колокольчик, но вы и сами знаете, зачем это нужно делать. Также подписывайтесь на мои другие социальные сети. И везде там есть разные плюшки для вас. Кстати, ВКонтакте есть рассылка. Если не хотите, пропустите мои новые ролики и вообще пообщаться со мной. Я всегда рад новым общениям. Но только, естественно, все общаюсь через свой паблик. Так что с вами был Hellbrush. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!